Древние тексты гласят, катаклизмы, снятающие всё живое на планете, случаются каждые 26 тысяч лет. Есть много версий того, почему это происходит. Одни учёные считают, что неизбежная гибель всего живого наступает в результате удара из космоса. Словно какая-то разумная вселенская сила встряхивает с планеты её жителей. Другие уверены, каждая новая цивилизация, достигая высокого техногенного уровня, сама себя убивает. Ясно одно. Гибель любой цивилизации неизбежна. Зная это, надо пытаться сохранить жизнь любой ценой. Человечеству нужна запасная планета. Например, Марс вполне может стать новой родиной землян. Никакая катастрофа не погубит человечество, если человечество будет находиться на двух независимых плацдармах. Потому что в том случае, даже если какая-то катастрофа будет надвигаться на Землю, и я надеюсь, что в то время учёные уже будут иметь достаточно хорошим аппаратом предсказания таких катастроф, то в принципе можно, так сказать, перебазироваться, перебраться на вот этот соседний остров нашего архипелага Солнечной системы и там переождать. Игорь Митрофанов автор одного из самых удачных проектов исследования Марса, аппарата ХЕНТ. Вот уже 10 лет ХЕНТ, находясь на борту американского космического аппарата Марс-Одиссей, с орбиты исследует Красную планету. И главное открытие он уже сделал. Самые ценные сведения – это вот то, что под поверхностью Марса, на глубине несколько сантиметров, в окрестности его полюсов до широты 60 градусов на север и на юг, существует много воды. Причём, когда я говорю много, это десятки процентов. Это не мокрый песок, это скорее грязный лёд. Оказалось, что под марсианской пылью гигантские залежи воды. Вечная мерзлота Красной планеты превратила её в лёд. Это вот как раз тот самый резервуар, из которого, так сказать, будущее освоения Марса может, так сказать, начать черпать кислород для дыхания, водород, воду. То есть это вот фактически замёрзшая природная среда вот этого раннего, тёплого и вполне такого влажного Марса. Марс — уникальная планета. На нём не такая сильная радиация, как на Луне, и не такое пекло, как на Венере или Меркурии. На Марсе температура ночью опускается ниже 100 градусов по Цельсию. Но это на полюсах. На экваторе днём планета прогревается до 30 градусов тепла. У Марса есть атмосфера. Правда, состоит она в основном из углекислого газа. Поэтому ничего страшного. Марсианская атмосфера состоит из углекислого газа. Его там, конечно, очень мало. Атмосфера очень тонкая. Но это атмосфера. В этой атмосфере уже могут летать лёгкие самолёты. В этой атмосфере уже могут летать аэростаты. Условия на Красной планете — это своеобразный допустимый предел для человека. При разгерметизации снаряжения Марс не убьёт чужака мгновенно. Но жить и дышать там ни люди, ни животные не смогут. Сегодня существуют проекты, как накачать марсианскую атмосферу кислородом. Организмами, плантациями, организмами. Там начинаются какие-то простейшие, которые из этого, из, скажем, геотермального тепла Марса, из углекислого газа в процессе, как вот наше растение производит кислород. Примерно таким же образом эти организмы, может быть, специально туда завезённые, может быть, там, если удастся такую жизнь там обнаружить, то просто для неё надо создать благоприятные условия. Проводить эту работу будут марсонавты. Первопроходцы, поселившись на орбите или в марсианских базах, начнут шаг за шагом превращать Марс в райский уголок. Полётами на Красную планету грезил ещё Королёв. Он считал, что за Марсом будущее человечества. Уже при Королёве марсианские экспедиции разрабатывались. И они были уже доведены так, ну, процентов на 30 до ума. То есть ядерные установки были при Королёве. Двигатели плазменные были при Королёве, уже работали они, на стендах уже работали. Вот. Люди были, которые, значит, вот, разрабатывали уже кабину, там, какие продукты брать, как там, чего, значит, на Марсе. Всё это было при Королёве. И делали носитель для марсианской, для лунной и других экспедиций. СН-1 он назывался, там, большая такая огромная ракета. Тогда, в 60-х, помешала лунная гонка. Космическая сверхдержава старалась не допустить, чтобы американцы первыми высадились на спутники Земли. Поэтому проекты покорения Марса срочно переделывались под лунные. К идее полёта на Марс вернулись спустя полвека. Летом 2010-го в Москве стартовал международный проект Марс-500. Шестеро добровольцев полтора года проведут запертыми в земном модуле. И мало кому известно, что построен он по проекту тяжёлого межпланетного корабля, разработанного ещё Королёвым. Участники Марса-500 сегодня отрабатывают нештатные ситуации. Учатся брать пробы марсианского грунта. Но самое главное, эксперимент должен показать, смогут ли люди психологически перенести столь длительный перелёт. В том, что пилотируемая миссия на Марс состоится, ни у кого нет сомнений. И сегодня в космической гонке участвуют уже три страны. Естественно, он достаточно хорошо просканирован, и вокруг него уже летают даже китайские спутники. И они тоже сканируют поверхность Марса. Китай активно исследует Марс. Учёные Поднебесные уже заявили, что в этом столетии они готовы отправить на Красную планету тысячи человек. Это будет полёт в один конец. И он спасёт нацию от вымирания в том случае, если Земля погибнет. Китайским марсонавтам придётся жить вдали от дома столетия. Но они смогут вернуться домой, когда Земля опять станет пригодной для обитания и дадут начало новой цивилизации. Насколько это возможно, покажет время. Ведь слишком много загадок, пока таит в себе Красная планета. Марс — единственная Красная планета. Для того, чтобы он покраснел хотя бы на глубину в один километр, то есть создалась такая красноцветная кора, нужно было четыре тысячи триллионов тонн кислорода. И это примерно втрое больше, чем в атмосфере Земли сейчас. Чтобы создать такое гигантское количество кислорода, на относительно маленькой планете, которая значительно меньше Земли по площади и по размерам, нужно было, чтобы на Марсе в течение миллиардов лет существовал процесс фотосинтеза. А процесс фотосинтеза автоматически означает жизнь. Жизнь на Марсе. Марс красный, потому что на нём была жизнь. В коллекции Портнова есть необычный экспонат. Учёный говорит, вот таков может быть сам Марс на ощупь. Эти породы образовались за счёт чёрных базальтов, которые содержат двухвалентное железо. И вот они стали ржавчины, подобно там древнему античному гвоздю. Марс ржавел долгие миллионы лет. А потом, после мощных ударов метеоритов, окислившиеся породы переплавились, вновь став магнитными. И такая же магнитная окея железа найдена мной в районе Попегайского кратера метеоритного в Восточной Сибири. Огромный метеоритный кратер. И вот посмотрите, в песках, в реках Восточной Сибири я обнаружил, видите, она свидетельствует об очень высокой температуре при ударе метеорита о Землю. Подобные находки помогают в буквальном смысле увидеть катастрофу, произошедшую на Марсе. Страшный грохот, от которого содрогается планета. Закипают реки и океаны, плавятся камни. Атмосферы больше нет. Ее просто вытягивает в космическое пространство. Планета превращается в безжизненную пустыню. Вот если посмотреть на карту Марса, то вы увидите, там есть гигантский ударный кратер, называется кратер Эллады. Вы увидите, что это безусловный результат гигантского столкновения Марса с достаточно большим небесным телом. И, вероятно, Марс испытал много таких столкновений. И наиболее вероятно, что вот эта потеря его свойств обитаемой планеты произошла именно в результате какого-то такого столкновения, в результате чего он потерял магнитное поле. Он значительно утратил свою атмосферу. То есть, понимаете, марсианскую люльку перевернули. Есть несколько сценариев марсианской катастрофы. Их объединяет одно. Угроза пришла из космоса. Сегодня вокруг Марса летают два спутника Фобос и Деймос. По мнению исследователей, обе марсианские Луны аномальны. Ученых смущает высота орбит. Фобос движется на расстоянии менее 6000 километров от поверхности Марса. Для сравнения, среднее расстояние от Земли до Луны – 380 тысяч километров. Я думаю, что у Марса был третий спутник. И я его предлагаю называть Танатос – смерть. Он подошел к Марсу слишком близко. Был заторможен его плотной атмосферой. И где-то с высоты 4000 километров начал падать на поверхность Марса. Другая версия гибели Марса – это неудачное соседство. Когда-то в Солнечной системе была еще одна планета. Фаэтон располагался между Марсом и Юпитером. И, вероятнее всего, был обитаемым. Есть мнение, что фаэтонцы были самой ранней, а значит, высоко развитой цивилизацией. Были не очень умные, но до овладения ядерной энергией они дошли. А потом планеты свои взорвали. И получился пояс астероидов таких, которые летают между Марсом и Юпитером. Гигантские обломки фаэтона на бешеной скорости понеслись к Марсу. Катастрофа, которая произошла на Красной планете, сравнима со взрывом миллиардов водородных бомб. Все случилось за считанные минуты. Но значит ли это, что все живое на планете погибло? Сегодня исследователи так и не пришли к единому мнению, гадая, есть ли жизнь на Марсе. По Циолковскому человечеству должны перейти в лучевую световую форму существования, при которой даже понятие индивидуальности будет по-другому как-то рассматриваться. Я уже не говорю про социальные устройства. Может быть, на Марсе вот сейчас эта жизнь разумная в других формах существует. Одна из загадок Марса – стеклянные черви. Многокилометровые сооружения явно искусственного происхождения. Но кто и для чего там их построил? На Марсе есть пирамиды, такие же, как на Земле. А одно из последних открытий – так называемые «семь сестер». Идеально ровные круглые отверстия, уходящие вглубь. Исследовательские аппараты так и не смогли определить глубину странных колодцев. А датчики показали, что температура над этими отверстиями практически не меняется. А вот внизу, там, под Марсом, на большой глубине, порядка 100 километров, допустим, да, или там 150 километров. И температура, и давление атмосферы такое же, как на Земле. Точно такое же, как на Земле. Поэтому там можно, значит, вот в каких-то таких не очень сложных делах жить. На Марсе и в самом деле наблюдается какая-то биологическая активность. Об этом говорит то, что в его атмосфере обнаружен метан. Метан – это газ, который в марсианской атмосфере долго не живет. Значит, если бы это был бы метан, который образовался когда-то очень давно, то он бы просто уже давно бы распался под воздействием ультрафиолетового излучения, мы бы его не видели. Значит, есть его источник. Значит, есть гипотеза о том, что этот источник связан с какой-то небиологической активностью в недрах Марса и происходят какие-то время от времени его выбросы в атмосферу. Есть гипотеза о том, что вот это может быть свидетельством какого-то, так сказать, какой-то активности марсианской жизни. Но это, я бы сказал, вот говоря таким языком криминалистики, это косвенная улика. Официальная наука считает, что жизнь на Марсе погибла, так и не успев развиться. Но по странным причинам многие снимки Красной планеты не сразу придают огласке. А сколько еще засекречено – неизвестно. Потому что на поверхности Марса есть признаки, что это вроде какие-то города даже, понимаете. То есть свалки около каждого города, Москва не исключение, находятся мощные свалки. Там туда все сваливает. Вот корабль «Буран», например, на одной из свалок лежит, целый его из космоса видно. Так и мы видим по некоторым снимкам, что там какие-то цилиндрические такие объекты с этим свалок нагромождены. Вот. Если это будут осколки льда, то это будет бесформенное тело. А это вот именно такой вот длинный, протяженностью очень много метров, даже до километров, значит, такие какие-то объекты. Вот. И никто не знает, что это такое. Но неужели цивилизация, построившая такие удивительные сооружения, погибла? И были ли у марсиан корабли, способные перенести их подальше от глобальной катастрофы? Сегодня высказываются версии о том, что обитатели Красной планеты нашли плацдарм для спасения. Правда, с посторонней помощью. Наблюдения за странными объектами показывают – мы во Вселенной не одни. Это вообще естественно для идеологии высокоразвитой цивилизации. Если бы мы были высокоразвитыми и видя, что какая-то планета погибает или обречена на гибель за счет падения на ее собственного спутника, я думаю, мы бы тоже, земляне, попытались бы спасти и перенести эту цивилизацию на другую планету, которая обладает условиями для жизни. И может быть, инопланетяне когда-то, там, тысячи лет назад перебросили таких гуманоидов Марса на Землю. Большое космическое переселение могло бы объяснить странные белые пятна в развитии нашей планеты. Например, как звероподобный неандерталец вдруг превратился в кроманьонца. Если мы почитаем Библию, то в Библии прямо сказано, что были сыны Божии. Вот попробую, пусть какой-нибудь священник объяснит, что такое сыны Божии. Сыны Божии прилетали на Землю, их видел Иезекииль, там он это, значит, описывается очень подробно, как они прилетали, на машинах, которые дико ревели и шумели, похоже на ракеты или на вертолеты, допустим. И они брали женщин с Земли, в жены, какую кто хотел. И от них рождались люди, о которых Библия говорит, это были могучие и здревле славные люди. Вот, видите, то есть Библия, между прочим, если внимательно читать, она прямо говорит о сексуальных контактах между пришельцами, инопланетянами и каким-то недоразвитым племенем Земли. Видите как? Может быть, поэтому ДНК кроманьонца и неандертальца так сильно отличаются друг от друга? Выходит, что кто-то просто улучшил породу человека, ускорив его эволюцию и наделив необходимыми для развития знаниями. Странным образом, есть перекличка между формами цивилизации на Марсе и древними цивилизациями на Земле. Цивилизация Наска в Южной Америке, цивилизация Египта с его чудовищными пирамидами, которые для нас, в общем-то, загадочны. Они построены 5-6 тысяч лет назад и самые древние. Зачем они строили? Но они похожи действительно на марсианские сооружения. Продолжение следует... Разума использует космические тела, будь то планеты или кометы, или астероид какой-то для того, чтобы выполнять свои задачи. Может быть. Но, во-первых, для того, чтобы убедиться, что это Фобос, даже если полый, к примеру, да, но на него надо попасть. Марс не единственная планета Солнечной системы, на которую засматриваются земляне. А что, если колонизация Марса окажется невозможной? Во Вселенной уже открыты планеты, похожие на Землю, но они слишком далеко. Чтобы добраться до них, понадобятся сотни лет. А пока мы можем летать только к ближайшим соседям. Утренняя звезда, богиня красоты, планета Бурь. Венера. Одно из самых прекрасных небесных тел. Средневековые астрономы, обнаружив на ней атмосферу, предполагали, земная соседка – это райский уголок с богатой растительностью и полноводными реками, которые впадают в огромные океаны. И первые наши Венеры, от Венера-1, от Венера-2, в основном от Венера-3 посадочный аппарат, они были рассчитаны на то, что они сядут в воду. И там стояли приборы для исследования океана. Но, как оказалось, что все это, в общем-то, не так. На Венере и в самом деле есть атмосфера с довольно плотными облаками. Вот только состав ее вовсе не делает из планеты райский уголок. Первые сведения, которые передали советские космические аппараты, не оставили сомнений. Это настоящее преисподнее. Средняя температура у поверхности Венеры почти 500 градусов по Цельсию. Она выглядит, ну, такая гористая поверхность. Покрыта она в основном лавой. То есть поверхность довольно молодая. Где-то самые старые участки, это 700 миллионов лет назад. То есть она переработана вот в ней такая вот... То есть когда-то была очень мощная вулканическая активность. Сейчас уже эта вулканическая активность, пока она не найдена. Но предполагается, что это может быть. Густые венерианские облака состоят из паров серной кислоты. Картину дополняют сильнейшие бури. Но и это еще не все. Первые аппараты, которые делали попытку сесть на Венеру, просто были раздавлены. Оказалось, что давление на планете в 90 раз превышает земное. Поэтому большинство ценных сведений были получены с орбитальных космических аппаратов и зондов. Вот такой баллон в 1984 году летал в атмосфере Венеры на высоте 55 километров. На нем стояли простые приборы, естественно, для измерения скорости ветра, для измерения температуры, давления. Стоял нефилометр, то есть для измерения рассеяния в облаках. Но были получены интересные данные. В 2016 году в Венере отправится еще один космический аппарат Венера-Де. Исследователи сходятся в том, что жизнь на планете невозможна. Но что же такое случилось несколько миллиардов лет назад, что сестры-близнецы Земля и Венера выросли такими разными? Примерно одинаковый размер имеют, получают одинаковое количество тепла от Солнца, что, в общем-то, очень важно для климата на планете. Венера ближе расположена, но у нее облачный слой, как я сказала, покрыта облачным слоем, который отражает 80% энергии, которая на него попадает, которая попадает на Венеру. И получается, что они примерно одинаковое количество тепла получают от Солнца. Если у них одинаковый размер, одинаковый, то примерно одинаковая плотность, примерно одинаковый состав. Миллиарды лет назад Венера лишилась воды, а значит и пригодной для жизни атмосферы. Новые исследования нужны для того, чтобы понять, как не допустить развитие такого сценария на Земле. Наша Земля, собственно, через некоторое время может превратиться в подобие Венеры с климатической точки зрения. Температура может повыситься на несколько сотен градусов, и жизнь на нашей планете станет невозможной. Мировые биофизики, изучающие парниковый эффект на Земле, говорят, Венера – это не наше прошлое. Это наше будущее. Значит, сколько осталось нам ждать такого развития событий. Итак, если мы не изменим нашего отношения, и скорость, темп роста выбросов углекислого газа в атмосферу останется таким же, каким он был последние 200 лет, то в самом благоприятном сценарии мы можем получить где-то 300 лет жизни на нашей планете, с условием того, что через 300 лет жизнь прекратится даже на полюсах. Аномально жаркое лето и снежные зимы – первые признаки парниковой катастрофы. Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли за последние десятилетия увеличилась на 40%. Пока землян спасает Мировой океан, но и его ресурс не безграничен. Мировой океан – это такой гигантский, знаете, вот как... Ну, когда чайник вы ставите на плиту, включаете газ, он у вас, конечно, закипит, но не сразу. Вот такой гигантский чайник, как бы, да, в виде такого Мирового океана, он требует достаточно большого времени для того, чтобы нагреться. И вот, собственно, это нас сейчас предохраняет от таких вот аномально высоких температур порядка 10 градусов. Первое время испаряясь, моря и океаны будут наполнять атмосферу большим количеством паров. Вода под воздействием ультрафиолетового излучения начнет разлагаться на водород и кислород. Водород, будучи легким элементом, может быть унесен в межпланетное пространство. Оставшийся кислород начнет соединяться с металлами, образуя оксиды. Над землей, потерявшей всю воду, как и над Венерой, образуются кислотные облака. А поверхность раскалится до сотен градусов. Ученые считают, процесс уже необратим. И обычные меры, такие как снижение вредных выбросов в атмосферу, лишь отсрочат страшный финал. Чтобы спасти планету, ее надо поместить под зонтик. Это должна быть тоненькая-тоненькая мембранка, которая натянута на такие вот некие ажурные конструкции. Делаться он должен на луне. И это, в принципе, вполне сегодняшнему человечеству по карману. Строительство зонтика могло бы использовать те деньги, которые сегодня тратятся на гонку вооружений. То есть вот те деньги, которые сегодня военно-промышленные компании осваивают и создают некие образцы вооружений, то те же самые компании могли бы заниматься строительством такого зонтика. Готовый космический зонтик предполагается разместить в одной из точек Лагранжа. Она располагается на воображаемой линии между Землей и Солнцем на расстоянии примерно полутора миллионов километров от нашей планеты. Если мы поместим в эту точку какое-то небесное тело, то угловая скорость вращения этого тела вокруг Солнца будет такая же, как у Земли. Поэтому если мы туда поместим такую, скажем так, мембрану, легкую, относительно легкую, но непрозрачную при этом, то она будет заслонять некоторое количество солнечной радиации. И уменьшая количество солнечной радиации, которая пропадает на Землю, мы будем тем самым менять энергетический баланс на Земле. Соответственно, будет меняться температура. Субтитры создавал DimaTorzok Полозников освоения Венеры, Зитомирской, он выдвигал идеи вот как раз вот таких вот мегаполисов вокруг, летающих мегаполисов вокруг Венеры. То есть изолированных по 100 тысяч человек, 10 тысяч человек, вообще переселение все наше, то есть земного населения производить на основе орбитальных построений. Сторонники колонизации Венеры приводят и еще один довод. На Марс, как известно, претендуют несколько стран. Венера была и остается русской планетой. Статус надо сохранить и укрепить. И все же для землян ближайшим спасительным островом по-прежнему остается Луна. При современных технологиях человек способен долететь до нее за пару суток. Луна богата гелием-3, который мог бы стать дешевым источником энергии. На Земле его запасы ничтожно малы. В лунном грунте содержится в 100 раз больше воды, чем считалось ранее. Но самое главное, Луну можно использовать как своеобразную промзону землян. Поэтому человечеству надо уже задумываться над тем, как использовать космос для того, чтобы разгрузить Землю, чтобы не было такой нагрузки. И мне кажется, что здесь и орбитальные всякие полеты должны уже начинать переориентироваться на то, чтобы выносить в космос то, что портит Землю, что портит Землю, атмосферу или портит природную среду. Александра Егорова можно смело назвать лунным архитектором. В середине 60-х ему был поручен уникальный проект – разработка баз на спутнике Земли. Чтобы защитить будущих лунян от радиации и метеоритных атак, конструкторы планировали размещать двухэтажные строения на 5-метровой глубине. На Луне, может быть, методом взрыва образуется котлован, и в этом котловане находятся вот такие модули, в которых живут и работают космонавты. Внаружи они выходят по специальному такому трапу, и здесь их ждет луноход, чтобы совершать экскурсии по Луне. Это вот был самый первый вариант. Другой проект также предполагал использовать лунные углубления, построить в них дома и засыпать полуметровым слоем грунта. Этот вариант назывался кукурузой. То есть здесь как бы в виде подчатка кукурузы вот такие отдельные ячейки, и все это тоже заглублялось в лунный грунт. Но доставить целиком сооружение весом в десятки тонн не смог бы ни один носитель. Архитекторы придумали выход – перевозить на спутник отдельные модули, и уже там собирать город по частям. То есть как бы внутри одного модуля получается три функциональные зоны. Не надо делать три модуля, а все это в одном модуле. Внутри конструкция подвижна. При повороте на 120 градусов помещение легко превращается в комнату отдыха, столовую, физкультурный зал. Экипаж лунного города – 12 человек. Все они могли жить на Луне по году, а потом сменяться. Решался вопрос о том, где разместить такую базу. Геологи сказали, что лучше всего делать базу где-нибудь на границе Лунного моря и начало лунных гор. Доставить модули на Луну должна была ракета Н-1. Но все запуски сверхтяжелого корабля тогда закончились неудачей. А вскоре лунную программу и вовсе закрыли. Прошло время, и новые сведения о Луне показали – земляне тогда не все знали о своем естественном спутнике. Эти кадры стали достоянием общественности не так давно. На видео странный объект, снятый с орбиты Луны Аполлоном-20. Фантастическая картина – так ее называют сами участники миссии. Ничто иное, как инопланетный корабль. Исследователи предположили – внеземные цивилизации, похоже, часто наведываются на наш спутник. И там уже построены чужие базы, и кто-то, возможно, уже добывает лунные ресурсы. Есть такие, ну не артефакты, а, так сказать, странные наблюдения. Там интересные вспышки на Луне. Там много тут можно перечислять. И, ну, нет там каких-то типа строений, там же базы, немало. Проекты освоения Луны, разработанные почти полвека назад, актуальны и сегодня. Но чтобы доставить тонны полезного груза в космос, землянам по-прежнему надо решить транспортный вопрос. Профессор Валерий Бурдаков показывает модель ракеты будущего. Идею аппарата, который будет подниматься в воздух, подсказали неопознанные летающие объекты. Я НЛО занимаюсь еще со времен Королева. Пока, как говорится, только одна техническая идея была подсказанная ЛО. Пока современные стартовые комплексы практически целиком состоят из одноразовых компонентов. И каждый запуск – серьезный удар по экологии и бюджету. Выход – многоразовые модули, которые будут поднимать в воздух ракету и возвращаться на Землю до следующего пуска. При этом ракета будет в буквальном смысле левитировать, зависая над Землей. Летать такая техника должна с помощью магнитного отталкивания. При азотной температуре, при температуре жидкого азота возникает сверхпроводимость. И вот если вы сделаете из сверхпроводника такой пояс здесь на ракете, а под землю закопаете катушку, грубо говоря, соленоид, то подавая ток в этот соленоид, магнитное поле начинает там возрастать, а тут возникает противоположное магнитное поле. Это называется эффект Мейснера. Ракета поднимется в воздух, и только тогда включится двигатель. Такой старт может производиться с любого места и в любом направлении. При этом количество модулей меняется в зависимости от груза, который нужно доставить. И самое главное, использование многоразовых носителей решит еще одну проблему. Замусоривание космической орбиты. Вот сейчас уже космос настолько загрязнен всякими обтекателями, разгонными блоками, неработающими спутниками, которые уже закончили. А они все сидят на так называемой геостационарной орбите. Это 36 тысяч километров от Земли в плоскости экватора. Там все эти спутники информационные, которые передают там информацию и так далее, и так далее. Замусоренность околоземной орбиты близка к критическому значению. Вокруг Земли летают несколько сотен тысяч разных деталей. И это только те, которые современные технические средства способны отследить. Современные средства слежения, в принципе, способны обнаружить и постоянно сопровождать объекты размером больше 5 сантиметров. Вот этот вот диапазон от сантиметра до 5 сантиметров мы, к сожалению, пока даже в ближайшем обозримом будущем ничем с точки зрения контроля, постоянного мониторинга закрыть не сможем. Это большая техническая проблема, и это большая проблема в целом для обеспечения безопасности космонавтики. Тем временем предмет размером с миллиметр движется по орбите со скоростью пули. Простой осколок старой обшивки способен погубить целый космический аппарат. Сегодня запуск любого объекта обязательно оставляет после себя шлейф из мусора. Если ситуация не изменится, то полеты в космос уже через 100 лет будут невозможны. Замусоренность орбиты – признак технически развитой цивилизации. Есть мнение, что по космическому мусору нас вычисляют внеземные собратья. Более того, многие объекты, летающие на наших орбитах, не похожи на детали земных аппаратов. Откуда они взялись – непонятно. Обычный стандартный лист А4, вот чтобы представить, да, стандартный лист А4, который мы для принтера используем. Так вот, эти объекты, они действительно летают, вот, как лист бумаги в атмосфере. Возможно, эти парящие листы – куски обшивки космических аппаратов. Но чтобы подтвердить версию, их надо изучить. А пока подобные исследования проводятся только дистанционно. Технологий, позволяющих захватить непонятный предмет, у землян нет. Так же, как и нет желающих вкладывать деньги в уборку околоземного пространства. Сегодня астрономы говорят о ста тысячах астероидов, которые на космических скоростях носятся по нашей галактике. Самый коварный из них – Апофис. В опасной близости от Земли он окажется примерно через 25 лет. Огромное космическое тело, массой десятки тонн и диаметром сотни метров пересечет орбиту Луны и ринется к Земле со скоростью 45 тысяч километров в час. Лучшие специалисты пытаются помочь человечеству избежать страшной трагедии. Этим занимаются во всех странах мира. Французы уже предлагают какие-то проекты с большим числом зеркал облучать этот астероид таким образом, чтобы, как Архимед когда-то сжег флотилию, по-моему, римскую, так и здесь они предлагают облучать, чтобы испаряющееся вещество этого астероида создало реактивную такую силу, отклоняющую астероид с его орбиты. Ну, вот такой, мне кажется, наиболее интересный проект, потому что эти зеркала в космосе размещаются на спутниках. Кроме опасности, которая может прийти из космоса, есть и другие. Люди, не дожидаясь удара с неба, могут сами уничтожить земной шар. Войны, эпидемии, техногенные катастрофы. Земля неминуемо движется к гибели. Космос — это вообще наша надежда. Это электроэнергия, это и транспортировка, это и захоронение ядерных отходов. Не будем в космосе захоронять, их все захороняют же на Земле, то есть они все расползутся. Уже и так пшеница в 30 раз более радиоактивна, как во времена, скажем, Николая II. Понимаете, в 30 раз, это же все на нас действует, генофронт наш губит. Но вот такая вот, к сожалению, штука. О том, что нужно искать спасение в космосе, говорил еще Циолковский. Он выдвинул идею эфирных поселений. Огромных колоний, расположенных на орбитах Земли или других планет Солнечной системы. Шар, внутри которого живет, скажем, 5 миллионов человек, чтобы не скучно было. И не просто живет, он не путешествует на этом шаре, как мы в поезде путешествуем, от одного пункта до другого. А он там живет, это его планета. Там деревья, кустарники, травка, бабочки, птички, все, что хотите. Люди там живут в этом шаре. Ну, не обязательно в виде шара, могут быть и в виде цилиндра, в любом другом виде. Но вот такие автономные образования, когда ничего им не надо, у них все там есть, кроме энергии. Энергию космические обитатели смогут получать от Солнца. А доставлять людей на станции можно на космических лифтах. Это очень простая штука. Вот представьте себе, что у вас над Землей висит некий спутник. С него пустили трос до Земли. 36 тысяч километров. Задача ученых найти то, из чего будет выполнен трос космического лифта. Существующие сейчас материалы не выдержат собственной массы и порвутся. Так вот, сейчас создан материал для такого троса. Это углеродные нанотрубки. Так вот, эти трубки выдерживают примерно в сто раз большую нагрузку, на один миллиметр квадратный, чем сталь. По этому тросу связь с Землей непрерывная, как на лифте. Люди туда-сюда, туда-сюда. Ну, 36 тысяч километров это, конечно, серьезно. Это опускаться надо долго или подниматься. Жители эфирных поселений будут исследовать космос, добывать энергию, необходимую для нового строительства на Земле. Поднявшись на таком лифте в свое орбитальное убежище, человек сможет переждать там катаклизмы, происходящие на планете. А когда появится возможность, снова вернуться домой. Это вещь вполне посильная, человеческая. Вот с этого надо начинать. Такой аэростат, летая в атмосфере, полностью от земной поверхности отвязывается. Ну, он может быть закреплен, конечно, может и не летать, а висеть над одной точкой. А может и перелетать с места на место. Никакие землетрясения не страшны. 50 лет назад Юрий Гагарин, взглянув на Землю с орбиты, воскликнул. Какая же она красивая. Со времен полета первого человека в космос, наша цивилизация шагнула далеко вперед, обрастая все новым оружием самоуничтожения. Разрушить собственный дом люди могут и без космических катастроф. Вероятно, эта агрессия и мешает нам осваивать Луну, Марс, Венеру. Космос в прямом смысле защищается от землян. И только осознав это, человек сможет строить новую жизнь на других планетах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова